Вслед за федеральными и региональными властями свои меры борьбы с распространением коронавируса применяют и крупные предприятия страны. Среди них горнометаллургическая компания «Норникель» и «Кольская ГМК», чьи производство остановить нельзя. Эти промышленные предприятия с непрерывным производством. Технологическая цепочка предприятий устроена так, что остановить выпуск стратегически важных для страны металлов практически невозможно. Поэтому важно не допустить проникновения вируса в трудовой коллектив. Как защитить работников в свете общемировой угрозы? Этот сложный вопрос решает оперативный штаб, созданный в Кольской ГМК. Дополнительное приобретение тепловизоров для эпидемиологического контроля, средств индивидуальной защиты органов дыхания, бесконтактных термометров, дезинфицирующих и обеззараживающих средств – это только части с первоочередных задач штаба. Мы договорились с нашей клининговой компанией. Мы на сегодня более частые дезинфекции производим на рабочих местах, в административных помещениях. Мы ограничиваем доступ на территории компании непроизводственного персонала. Мы прекратили командировки за границу в гарантированном порядке. Мы значительным образом сократили командировки по российской территории. И практически должен сказать, что они сегодня нулевые. Ну и, соответственно, ограничили прием возможного такого персонала с других территорий Российской Федерации. Кроме того, часть работников переводится или уже переведена на удаленную работу. Выполняются и рекомендации мэра Москвы Сергея Собянина, возглавляющего профильную группу по борьбе с коронавирусом в Госсовете. От работы временно уже освобожден персонал старше 65 лет. При этом в компании рассматривают варианты, как уберечь и тех, кому исполнилось только 60. Основную задачу, которую мы решаем этим, минимизировать количество персонала, приходящего на работу и не задействовано непосредственно в производстве наших основных металлов. Владимир Владимирович Путин однозначно сказал, что доходы людей должны сохраниться. И мы в этой парадигме действуем. Поэтому все люди, переходящие на удаленную, они находятся на рабочем месте, поэтому они получают свою заработную плату. Все остальные категории лиц мы решаем вопросы о доплатах. Штабом рассматриваются все варианты развития событий в регионе, чтобы оперативно реагировать, уберечь персонал и сохранить действующее производство. Руководство Кольской ГМК работает в постоянном контакте с оперативным штабом Мурманской области по борьбе с коронавирусом. Один из результатов этой работы – благотворительная помощь горно-металлургической компании, медицинским учреждениям и администрациям Мончегорска и Печенского района. Более 100 миллионов рублей будут направлены в том числе и на закупку 12 аппаратов искусственной вентиляции легких. Идет переоснащение санатория-профилактория Кольский в Мончегорске, где обычно поправляют здоровье горники и металлурги под обсерватор. А в случае увеличения количества инфицированных не исключается выделение градообразующим предприятиям и дополнительной помощи.